В данном случае геометрия в этой задаче играет диагональ. Посмотрите, на поле на диагонали H1, H8, сколько фигур? Четыре фигуры. Слон, две пешки и ладья. Скопилось, да? И вторая диагональ, которая тоже играет роль в этой задаче, это диагональ А2, G8. На ней тоже скопилось довольно-таки много фигур. Который важен король, вот это очень ответственно, король, пешечка и ферзь. Вообще, вот эти все диагонали с открытыми короля, где диагонали, где вскрыты король противника, ну или свой, мне надо всегда относиться очень внимательно. Потому что всегда на эти диагонали могут как-то вскакивать какие-то слоны, ферзи, а на вертикали там ладьи и тоже ферзи, и они какие-то дают страшные шахи, какие-то вилки вскрытые, удары и так далее. В данном случае, смотрите, как раз вот на этом поле D5 и сконцентрировалась геометрия двух диагоналей. И нанося удар в этот пункт, мы в далеком, в далекой такой, ну не сильно далекой перспективе, забираем эту ладью А8. То есть, белые в начале жертвы слона, слон бьет D5 шах, то есть, если бы не было этого шаха, то если бы там король находился на А8, то ничего бы там, на А8, то ничего бы этого не проходило, этот удар бы не проходил. А так, слон бьет D5 шах, СД, ферзь бьет D5 шах, и белые нанесли двойной удар на короля Ж8 и на ладью А8. В дальнейшем отход короля. Слон Е6 невозможен, потому что здесь ладья и ферзь, или слона бы выиграли, или ладью. И после ферзь бьет А8, белые остались с лишним материалом и с выигранной позиции. Субтитры создавал D5 шах,